Приветствую вас и давайте сначала подумаем так. Вот вы описываете свою девушку как человека, который имеет явные проблемы с общением, имеет явные проблемы с людьми, с налаживанием с ними диалога и так далее. Вы описываете свою девушку как достаточно конфликтного человека, как человека достаточно тяжелого в общении, как человек, который во всем обвиняет вас, то есть у него отсутствует критическое мышление к себе, отсутствует, скажем так, децентрация, когда человек отходит от влияния только своей точки зрения на ситуацию и пытается понять и принять другого человека. И вы правы в том, что такой человек слабо подходит для семейной жизни. С этим с вами нельзя не согласиться. Но вы знаете, ведь другого человека не изменит. то есть он такой, какой он есть. Есть два основных вопроса, которые мне бы хотелось вам задать. Первый вопрос касается того, что девушка сама из себя как бы представляет. То есть вы пишете такую вещь, что вот она вас с вами манипулирует, она там не ценит того, что вы делаете для нее и прочее. Это безусловно понятно. Понятно. Вопрос, который я хочу вам задать, подмечается в том, была ли такая девушка всегда? То есть произошло ли у нее такое поведение в качестве изменения ее? или она была в такой всегда? Или она была в такой всегда? Если она была в такой всегда, то тогда возникает вопрос, почему раньше вы ее принимали в такой, вот какая она есть, да, а сейчас, сейчас вдруг перестали. Что изменилось? что произошло такого, что вы перестали ее принимать? Может быть, изменились ваши чувства к ней? Может быть, поменялось ваши отношения опять же к ней? Может быть, произошел какой-то конфликт между вами, который, который позволил вам понять, как девушка к вам относится? С чего же это началось? Вот ответ, точнее, направление. Это направление, которое вам нужно проработать. Это первое направление. И второй вопрос. Он, наверное, не менее важен, чем первый. Вы пишете о том, что вы боитесь расставания. Вот вы здесь, значит, вы устали, боитесь расставания. почему вы боитесь расставания? Что хорошего дает вам эта девушка? Что она несет вам такого, ради чего вы, ну, скажем так, с ней вот хотите остаться? Вопрос здесь связан очень во многом с тем, что вы, вообще говоря, хотите от нее? Что вам от нее нужно? Что вы от нее получаете на данный момент? То есть, то есть, каковы ее, скажем так, положительные стороны, каковы ее плюсы, да? То есть, ради чего вы с ней? И момент, еще не менее важный, это тот, почему вы хотите с ней оставаться? Что вас двигает, двигает, что вас стимулирует на то, чтобы с ней быть, чтобы с ней находиться в отношениях, несмотря на все, так сказать, ну, негативные моменты, да? Вот на такие вопросы вам нужно ответить. Потому что страх, который вы испытываете, он, конечно же, вполне себе понятен этот страх. То есть, у вас он продиктован с чем-то личным достаточно. С чем-то таким лично для вас важным. Но можно и нужно говорить о том, что вы не свободны именно по этой причине. По той причине, что у вас есть личная зависимость от человека. и личная зависимость от человека, ну, в том, что вы позволяете, например, ей манипулировать собой, да, что вы позволяете, там, драться ей, что вы позволяете, там, бить себя, например, и так далее. так вот, личная зависимость ваша определяется вашими собственными желаниями. И вот для того, чтобы понять и убрать вашу зависимость, ну, не определить ваши желания, ну, не определить то, от чего вы, собственно говоря, вообще хотите, а, что вам нужно от, а, от отношений, допустим, а, с девушками, да, от, а, отношений вообще в принципе, а, что вам нужно. И вот, в зависимости от этих, от этих желаний, в зависимости от этих, а, м, направлений, мы и сможем исходить. И если вы свои собственные желания удовлетворите, если вы сможете понять, что вы хотите, и достичь этого вне зависимости от, а, ну, вне зависимости от, человека, вне зависимости от девушки, в данном случае, то вы избавитесь от этой самой зависимости. Вы избавитесь от нее, и, тем самым, решите свои проблемы. пожалуй, на этом можно закончить. Потому что, в принципе, что делать, я вам сказал. Как поступите дальше вы, решать исключительно вам, и я, наверное, не буду здесь гением, если скажу, что вам решать, будете ли вы работать с психологом, например, дальше, по этим вопросам, или вы не будете работать с психологом, будете ли вы прорабатывать свои желания, не будете ли вы прорабатывать свои желания, это решат только вам. Ну, надеюсь, решение, надеюсь, вы примите верно, а направление Для работы я вам дал На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку, помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего доброго И удачи